Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главных событиях недели. Сегодня в выпуске. В Бресте торжественно открыли Дом правосудия. Журналистам показали, где теперь будет вершиться суд. С заботой о том, что создано для людей, новый автомобиль для полива растений появился в городе в качестве подарка к тысячелетию. Миг волнительный, радостный и немного грустный. В городе прошли торжественные выпускные вечера. Реконструкции и реновации к тысячелетию. Обзор городских объектов, получивших новый образ к миллениуму. А сейчас обо всем по порядку. Уникальный по своей сути и форме объект накануне открыли в Бресте. Речь о здании Дома правосудия. В нем разместилось сразу четыре суда Брестского района, Московского и Ленинского районов города, а также Брестского областного суда. Возведение объекта велось в рамках государственной инвестиционной программы строительства на 2013-2019 годы. А также в ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия. Наши корреспонденты прошлись по светлым коридорам, познакомились с основными залами и помещениями, которые оборудованы современными мультимедийными системами и готовы поделиться своими впечатлениями. Виктория Нечаева о важности и уникальности нового городского объекта. Тонированные стекла, создающие зеркальный эффект, придают Дому правосудия особую выразительность. Красивое и статное здание. Над центральным входом развивающийся флаг, герб и статуя Фемиды. В древнегреческой мифологии это богиня правосудия. Открытие дома, где будут восстанавливать справедливость, состоялось с участием главных лиц города, области и страны. На мой взгляд, это один из лучших дворцов правосудия не только в странах постсоветского пространства, но я думаю, что и европейские страны могут гордиться и заимствоваться такими дворцами правосудия. Судебные здания не только украшают город, но они создают максимально комфортные условия для персонала, для людей, прибывающих сюда. И, мне кажется, воспитывают людей, приходящих сюда, в уважениях, правах, законах, справедливости, в конце концов, государственной власти. Все судебные заседания будут идти в режиме видеоконференции, аудиозаписи и видеозаписи. То есть, это совершенно другой уровень культуры судебного заседания, культуры процесса. То есть, такие здания не полностью соответствуют всем международным стандартам, в том числе и европейских стандартам. Прежде всего, это должно быть комфортно для работы тех, кто здесь непосредственно работает. Но, естественно, людям, которые будут приходить, они должны ощущать хорошие, благоприятные условия, находясь здесь, в этом здании. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие. Этих людей очень многое. Вручение символического ключа, перерезание красной ленты и новая страница в истории белорусского правосудия открыто об уникальности нового объекта, или, как называют его представители судебных инстанций, дворца правосудия, говорить можно много. Сооружение хочется назвать трижды уникальным. Во-первых, в четырехэтажном здании разметили сразу четыре суда. Брестского района, Московского и Ленинского районов города, а также Брестский областной суд. Здесь будет работать судейский состав в количестве 52 человек. Площадь здания 16 тысяч квадратных метров больше, только Верховный суд в столице страны. Во-вторых, залы судебных заседаний могут вмещать до 700 посетителей. Это сразу в несколько раз больше, чем было возможно ранее. И, в-третьих, все спроектировано согласно требованиям и нормам безбарьерной среды. Для лиц с ослабленными физическими возможностями попасть в любой зал, поприсутствовать, возможностью для граждан в открытых судебных заседаниях поприсутствовать и посмотреть, как проходят процессы, я думаю, что это очень хорошо и правильно, и свидетельствует о том, что судебная система развивается в правильном направлении. Большие резонансные дела желающих доходило до несколько сотен, залы не справлялись. Поэтому мы были вынуждены ограничивать поток присутствующих залов судебных заседаний. Здесь вместительных залов, конечно, намного больше, и они более удобны и комфортны. Количество присутствующих граждан в залах судебных заседаний в этом суде будет значительно больше. Здесь 25 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями и комнатами для судей. Объекты оснащены системой аудио- и видеофиксации. Залы судебных заседаний имеют связь с рабочими кабинетами, а также с вестибюлем, холлами, через которые люди будут попадать на заседания. Предусмотрены специальные пути доставки обвиняемых. Конечно, никакого сравнения. Условия замечательные, если сравнять с теми условиями, в которых мы работали. И в первую очередь условия для людей, поскольку здание в первую очередь не только для судей, а для людей, которые верят в справедливость, верят в закон и приходят к нам в суд за справедливостью и за торжеством закона. Дом правосудия в Бресте – один из крупнейших и уникальнейших не только в Беларуси, но и на территории СНГ. В новостройке созданы не только хорошие условия для представителей закона, но и для людей, которые будут приходить сюда за защитой прав и интересов. Первое дело в новом здании будет рассмотрено уже 17 июня. В рамках подготовки города к тысячелетию карта областного центра активно пополняется новыми важными социальными и инфраструктурными объектами. На текущей неделе в районе Чулочного комбината заработал новый фонтан. В торжественном мероприятии принял участие мэр города Александр Рогачук. Но на этом сюрпризы для Бреста не закончились. Подарок от российских коллег ожидал ценитель истинной литературы. В день рождения классика Александра Сергеевича Пушкина в холле библиотеки, названной в честь поэта, появился его бронзовый бюст. О ярких моментах торжественных открытий наш следующий сюжет. Приближаясь к своему красивому дню рождения, Брест все больше становится многофункциональным городом, в котором есть место и для личностного развития, и для комфортного отдыха. Не последнюю роль в этом процессе играет то, что к благоустройству областного центра активно подключаются представители предприятий города. Одним из таких примеров успешной реализации государственного частного партнерства является проект Брестского чулочного комбината. Территория перед предприятием давно ждала качественной реконструкции. Теперь это полноценная зона отдыха с многочисленными лавочками и фонтаном. Неделю назад вместе с Саушкиным продуктом мы открыли обновленный парк мира, очень замечательный, хороший парк. Я тогда уже обращал внимание, что при подготовке города к Тысячелесию мы не делаем акценты только на центральную часть города. Важно, чтобы город на всей своей площади был городом комфортного жилья. Вот этот сегодняшний объект, он очень важен для заводского района, в целом для нашего восточного района, нашего города. Потому что детишкам радость, эстетика города и дополняет в целом улицу Янки-Купалы, которая до недавнего времени воплощала собой депрессивное состояние окраин города. Вот почему мы эту работу будем продолжать. Скажу откровенно тему фонтана, помимо на улице Советской мы еще проявим еще в одном виде, это на набережной будет очень уникальный водный фонтан. Это делает наш город ярче. Торжественный момент, и вот уже новый фонтан официально пополнит карту зон отдыха для горожан. Таким качественным преобразованием особенно рады люди. Многие горожане, особенно жители ближайших домов, рады, что в их районе есть такая благоустроенная, красивая, многофункциональная площадка. Очень-очень нравится. Спасибо городу за новый фонтан. Ребенок в восторге. Проект интересный, можно приходить иногда сюда для прогулки. Ребенку почему нет. Новый фонтан – работа предприятия «Продом» по заказу администрации чулочного комбината. Водная зона – это лишь часть комплексного благоустройства, которое было проведено здесь. Кроме малых архитектурных форм фонтана, теперь зона стала более зеленой. Здесь появились новые кустарники и растения. Одновременно с фонтаном мы поменяли чуть-чуть организацию трафика по площади. Мы открыли пространство, убрали старые, уже умирающие деревья. Теперь видна наша фабрика, фасад, который мы несколько лет назад изменили, а сейчас добавили еще цветные баннеры по сторонам центрального входа. Поэтому нам самим это нравится. Надеюсь, что это понравится и жителям района, и всем тем, кто будет проезжать. Будет видеть, что и производственное здание, и производственная площадка могут быть современными. 6 июня – день русского языка, а еще в историческом календаре – это дата рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. В Бресте его именем названы несколько учреждений. В качестве подарка областному центру в год тысячелетия, а также в честь 220-й годовщины, со дня рождения поэта в городской библиотеке был торжественно открыт бронзовый бюст с изображением Александра Пушкина. Инициативу удалось реализовать при поддержке консульства России в городе Бресте, представительства Россотрудничества и городского исполнительного комитета. Бесценный, на мой взгляд, подарок – это бюст Александра Сергеевича Пушкина. Наша библиотека с далекого 1945 года носит имя великого поэта. И нам очень приятно, что за 74 года работы по популяризации, поддержке его творчества нас заметили и вот таким образом отметили и оценили. Я надеюсь, что этот подарок понравится не только нам, библиотекарям, но и жителям нашего города, которые посещают и приходят в нашу библиотеку. Во-первых, мы празднуем 220-ю годовщину со дня рождения поэта. Во-вторых, Россотрудничество просто ведет всю работу в культурно-гуманитарной сфере. И, конечно, наше представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, в Минске, в Центре науки и культуры в Бресте, мы не могли остаться от этого в стороне. И очень хорошо, что к нам благотворительный фонд общественной поддержки культуры, который возглавляет Руслан Байрамов, очень положительно отнеслись. Они точно помогли нам в организации этого праздника. Кстати, уже памятник классику русской литературы появится и у стен Брестского государственного университета имени Пушкина, неподалеку от улицы Пушкинской. Макет проходит процедуру утверждения и будет установлен уже осенью. Мы планируем в этом году также подарить городу уже большой бюст, который будет установлен на пересечении Пушкинской улицы и около университета, носящего великого поэта. Будет красивый бюст, который делается сейчас Министерством культуры РФ. Сегодня в областном центре прошла торжественная церемония чествования выпускников. Большие мероприятия проходили в двух районах города. По традиции открыла череду торжественных поздравлений администрация Московского района. 94 выпускника в 2019 году здесь стали обладателями заветных золотых и серебряных медалей. Это результат высоких достижений в учебе. Участие в большом мероприятии принял председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Юлия Селюк побывала на большом празднике и узнала, о чем мечтает самая эрудированная молодежь. Они активные, целеустремленные, грамотные и любознательные. Сегодня эти ребята – гордость и надежда не только нашего города, но и республики. Около 100 человек собрались на важном и поистине историческом событии своей жизни. Позади у ребят 11 лет насыщенной и плодотворной работы. В 2019 году среднюю школу окончило в Московском районе 1588 учащихся. Количество выпускников с каждым годом прирастает, так как развивается наш район, прирастает наш город населением, и растет количество выпускников. Наши дети хорошо представили Московский район и в целом город Брест на заключительных этапах республиканских олимпиад по учебным предметам, научно-практических конференциях, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях. Мы гордимся тем, что в очередной раз наши выпускники нашего лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина в очередной раз доказали то, что наши дети представят сборную команду Республики Беларусь по такому учебному предмету, сложному учебному предмету, как физика. Уже по традиции в этот солнечный июньский день юноши и девушки возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам, как знак уважения и дань памяти всем павшим афганцам. После торжественный парад, в ходе которого умникам и умницам представителям своих учебных заведений были вручены почетные награды – золотые и серебряные медали. Свидетелями мероприятия стали не только выпускники, а также родители и педагоги. Хочу всех поздравить с этим знаменательным днем, сказать спасибо, прежде всего вам, ребята, за то, что вы лучшие, своими успехами вы прославляете Московский район, прославляете город. Особые слова спасибо педагогам вашим, которые вложили в вас знания. Ну и отдельные слова, конечно, родителям, потому что вырастить лучшего из лучших – это большая честь, большое счастье для каждого родителя. Я желаю вам, ребята, удачи в 2019 году. Вы – выпускники тысячелетия. Впереди у вас много событий, стрессов, испытаний. Я уверен, что у вас впереди много побед. И сегодня одна из них. Будущее науки напрямую зависит от перспективных талантливых ребят – математики и филологи, химики и физики, биологи и географы. Для почти уже студентов открыты двери в новый мир. С сегодняшнего дня вы вступаете уже в самостоятельную взрослую жизнь. И вы каждый выберете свой путь, по которому пройдете. Я хочу, чтобы вы помнили одно, что вы уже сейчас лучшая из лучших. Вы гордость района. Хочу пожелать вам, чтобы вы не боялись ставить перед собой высокие амбициозные цели, достигать их. Всего вам хорошего на этом пути. Поменьше жизненных неурядиц, побольше ярких побед. Нужно поблагодарить учителей, потому что они мотивировали. Дали понять, что можно вообще добиться такой успеваемости, потому что без их посыла. И все осознают, что они могут учиться хорошо. Стремись, учись и добивайся основные правила, которыми руководствовались вчерашние одиннадцатиклассники. Результат их многолетней работы – сегодняшняя медаль. Она послужит и началом для новых побед. Но самое главное в жизни, при любых обстоятельствах, помните о преподавателях и родителях. Это те люди, которые с детства старались заложить в мальчишек и девчонок те знания, умения и навыки, которые уже дали результат. Для меня это было огромное счастье. Это то, к чему я шла. Это мой успех. Я безумно рада. Я надеюсь, что вот эти искры в моих глазах, они мне дадут вот эту уверенность в будущем, и что я смогу всего добиться, что я смогу достичь того, что я хочу. По крайней мере, это принесло мне все, вот эту уверенность. Большое волнение и гордость, конечно. Мы так поддерживали, старались. Видели, каким трудом это все давалось. И в какой-то момент жалели. А сейчас так гордимся и очень счастливы. Я была очень рада 7 лет учиться в нашей гимназии, потому что у нас очень хорошая, светлая атмосфера. Все поддерживают. И мои одноклассники меня поддерживали на протяжении всех этих семей лет. И учителя. Поэтому было очень приятно поработать с такими людьми. Ее стремление, ее активность нас стимулировало к тому, чтобы мы приложили, то есть старались, прикладывали все силы, все, что от нас зависит, чтобы она училась, чтобы ей это было в радость, чтобы это было на пользу. Очень запомнились уроки, конечно же, тот объем знаний, которые нам дали, тот незаменимый опыт. Это было незабываемо, и я считаю, что это очень ценно в жизни каждого. Было тяжело, но при должной доле усердия и целеустремленности этого может достичь каждый, если захочет и постарается. Юлия Силюк, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарщук, телекомпания БУК-ТВ. Свой тысячелетний юбилей наш город встречает, утопая в зелени молодых деревьев сотен тысяч кустарников и практически миллиона цветов, рассыпанных разнообразными композициями по всем уголкам любимого Бреста. Фантазия ландшафтных дизайнеров удивляет и радует прекрасным полетом мысли горожан и гостей. Город преобразился, примерив разноцветное благоухающее убранство. Поддержание чарующей цветочной красоты требует ежедневного ухода и немалого количества воды. А потому один из подарков Бресту – новая поливочная машина. Накануне ее торжественно передали в дар администрации города давние друзья – представители открытого акционерного общества «Остромечево». Наталья Луговкина расскажет подробнее. На смену дождливому маю в Брест пришел жаркий июнь. Влияние высокой дневной температуры отражается не только на горожанах, но и на нежных цветах, высаженных по всему Бресту в рекордном количестве. Сохранение красоты, благоухание роз, тюльпанов, маргариток, фиалок и всего остального многообразия растений. Обеспечение привычной для горожан и удивительной для гостей чистоты улиц Бреста – это приоритетные задачи для коммунальной службы города. Огромный фронт работы, который просто невозможно осуществить без специализированной техники, до недавнего времени только четыре спецмашины помогали коммунальнику наводить красоту. «На такой большой город это крайне мало. Как я сказал, они работают круглые сутки, особенно когда вот эта засуха была у нас пару недель назад. И они старше меня в два раза, поэтому износ, ну, практически уже не на пределе работает. А купить самим коммунальнику такую машину, ну, пока что не под силу». Старые добрые друзья нашего города, представители открытого акционерного общества Остромичева не могли остаться в стороне в юбилейный для Бреста год. Новая поливочная машина МАЗ стала нужным подарком от аграрии в городу. Первое тестирование современной техники прошло на территории городского сада. «Издовно у нас в Белоруссии, да, наверное, во всех славян, которые живут на земле, есть прекрасный такой, наверное, обычай, можно это так сказать, когда у соседа или доброго друга, товарища, день рождения, юбилей, у нас принято дарить подарки. Поэтому наше хозяйство имеет давние добрые отношения с городом Бреста. Мы рядом расположены, наши люди постоянные, будем говорить, может, не гости уже, а и не жители, но участники города Бреста. Поэтому мы с нашим коллективом подумали, подумали, чтобы такой прекрасный миллениум не прошел мимо нашего хозяйства. Мы решили подарить городу Бресту подарок». Новый специализированный автомобиль был передан в ведение специалистов коммунальника и будет служить на благо городу не только в весенне-летний период для полива растений, но и зимой, очищая улицы от снега и грязи. А символическая надпись «Подарок городу Бресту в честь тысячелетия» напомнит жителям нашего города о хорошем друге, заботящемся о сохранении чистоты Бреста. «Есть у нас действительно хороший друг, который не захотел остаться в стороне и поучаствовать, скажем так, в праздновании тысячелетия города. И вот родилась идея покупки данной машины. Значит, УАО «Остромечиво» оказала спонсорскую помощь, в рамках которой мы и закупили данный автомобиль. Автомобиль действительно нужен нашему предприятию, нужен городу, потому что парк коммунальника автотракторный сильно изношен, поэтому обновление необходимо, поэтому и была закуплена данная техника. Будет использоваться и в зимний период, и в летний период. Данная техника комбинированная является, коммунальная машина, которая для круглогодичного использования». Универсальность и многофункциональность автомобиля – безусловное преимущество новой техники. «Машина нормальная, всё удобно, всё устраивает. Всё как, всё на битравлике, всё электроника, всё как положено». Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. Красивый, уютный, ухоженный и безопасный Брест. Можно долго гулять по тенистым улицам, широким проспектам, зелёным пешеходным аллеям, не переставая любоваться преображённым городом. Где-то обновление уже случилось, где-то только набирает обороты, но уже видны новые очертания. А есть места, от которых отрывать взгляд просто не хочется. Всегда оживлённое и такое уютное место, любимый многими бульвар космонавтов. Многие его называют сердцем центральной части города. Масштабная реконструкция, которая в основном предполагала расширение проезжей части и благоустройство пешей аллеи, сегодня в завершающей стадии. Наш корреспондент Виктория Нечаева предлагает вспомнить, как было и посмотреть, как стало. Комплексное благоустройство бульвара космонавтов подразумевало обустройство велодорожек, тротуаров, перенос остановочных пунктов. Словом, логическое продолжение пешеходной аллеи от проспекта Машерва. Но главная задача была увеличить пропускную способность одной из самых оживлённых транспортных артерий в центре Бреста. В итоге выделили отдельные полосы для маршрутных транспортных средств. Увеличилась как левая, так и правая зона. Требовалось увеличение полос, автотранспорта вместо двух сейчас стало три. Причём произошло новшество, это выделение отдельной полосы для движения маршрутного транспорта, крайняя правая полоса во всех направлениях. Конечно, чем-то пришлось пожертвовать, но я думаю, жертва это во благо города. Однако оценить обновлённые, получившие второе дыхание бульвар космонавтов, могут не только водители, но и пешеходы. Кроме расширения проезжей части, укладки свежего асфальта и появления новых парковок, в пешей зоне на тротуарах обозначили велодорожки, улица стала богаче на зелёные насаждения, скамейки, красивые металлические ограждения. Первые отзывы о преображённом бульваре космонавтов не заставляют себя долго ждать. Замечательно, мне нравится. А что больше всего нравится? Чтобы, ну как, озеленяется больше и чистота, порядок. Мы очень рады. Очень преобразовалось, тем более я из России, я вас побываю каждый год. Я очень люблю ваш город. Всё хорошо, ну, всё замечательно, как в современной европейской стране. Положительно оцениваю. Я тут живу в этом районе, и намного стало лучше даже вот с улочкой ехать. В общем, замечательно сделали. Сегодня реконструкция, которая, к слову, началась в октябре 2018 года, практически завершена. Продолжается работа по наведению порядка, установке малых архитектурных форм и устройству проездов. Сейчас производится работа по устройству проезда с улицы Орджоникидзе на улицу Минжинского. Там данный этап себя включает снос жилого дома по адресу Салтыкова-Щедрина и устройство проезда. Это расширение проезжей части. Многие жители нашего города знают так называемый короткий, неудобный участок проезда. На данном этапе будет выполнено асфальтобетонное покрытие. Будет осуществлено проезд двухполосный в каждом направлении. Сдать объект строители планируют в августе, в канун миллениума. Этот город – самый лучший город на Земле. Он уютный и красивый, и привлекательный, и удобный, уникальный и просто любимый брещанами. Сегодня областной центр активно развивается, удивляет своей многофункциональностью и радует жителей царящей теплой атмосферы. Ведь лето – пара тепла и обновлений. А в преддверии знаменательной исторической даты, приближающегося миллениума города над Бугом, им невозможно налюбоваться. Масштабные строительства, грандиозные мероприятия, открытие архитектурных памятников, благоустройство и озеленение территорий – наш город сделал большой прорыв к успеху. Важным шагом стала и реконструкция значимых объектов. К примеру, на протяжении нескольких лет набережная Франциска Скорыны переживала настоящую реновацию. О прошлом, настоящем и будущем – одной из самых популярных зеленых зон. Подробнее в сюжете Юлии Селюк. Набережная Франциска Скорина – одно из самых любимых и популярных мест отдыха не только для брещан, но и гостей нашего города. Сегодня прибрежная зона представляет собой экологически чистое место, где с удовольствием любят проводить время взрослые и дети. То, что сегодня представляет собой Брестская набережная – результат большой плодотворной работы многих организаций города. Зеленая зона находится в центральной части областного центра, а потому требует к себе пристального внимания как со стороны администрации, так и брещан. Расширить и привести в порядок, обновить и обустроить. Основные задачи, которые на протяжении длительного времени подкреплялись реальными действиями. Так, например, недавним, но очень важным событием стало открытие и запуск солнечных часов. Оригинальный арт-объект – подарок городу от Брестского котельного хозяйства. Процесс создания уникальной достопримечательности оказался небыстрым, требовал от мастеров особых усилий. Сегодня на циферблате узнаваемые миниатюры – Бернардинский монастырь, кинотеатр Беларусь, железнодорожный вокзал, Свято-Воскресенский собор и многие другие объекты. Готовилось основание бетонное под эту конструкцию, облицовывалось оно гранитом. И потом уже после этого устанавливали все объекты на круглый постамент. Значит, в 2018 году начали готовить эти все фигуры. Шла подготовка, смотрели, как их установить, как это будет красивее. Потому что были разные варианты, где-то по кругу, где-то смещать, где-то как. Но вот получилось так, как есть сейчас. На этом проекты, которые смогут сделать набережную современной городской парковой зоной, не закончились. Полюбившееся место отдыха для людей разных возрастов уже давно стало своеобразной визитной карточкой города. А самое главное – местом притяжения горожан. В обновленном комплексе каждый без исключения найдет развлечение по душе. Для любителей ярких впечатлений прогулка на теплоходе, катерах, которая запомнится живописными берегами и свежим дуновением ветра. Поклонникам активного отдыха гироскутеры недалеко воркаут-площадка. Отличное настроение после занятий спортом гарантировано. Для маленьких не посет свои забавы. Детская игровая площадка, купание в фонтане и, конечно же, надувной батут. Работаем здесь на набережной еще с момента открытия фонтана уже много лет. И благодаря администрации есть возможность работать, открывать бизнес. И людям это очень нравится, что появилась не только площадка, как в парке. Например, все люди из города, со всех районах ездили в парк 1 мая. А теперь можно прокататься не только на теплоходе, можно зайти на замечательную площадку, которую сделали в конце набережной. Аллеи очень крутые, ветер всегда дует в набережной, даже когда жарко. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы фонтан работал постоянно. Набережная открывает новые перспективы. И сегодня это место стало комфортным уголком для всех, куда ни посмотри. Замечательно, все очень понравилось. Мы первый раз приехали сюда. Мы в восточном районе живем, просто удовлетворены. И вот этими всеми, как сказать, тренажерами. И красиво все обусловлено. Я люблю проводить тут время. Я катаюсь на Сигвэх, тут много места и много людей. Мне нравится, как обновили этот парк. Нравится то, что в любые моменты можно прийти и спортом заняться. Поделать что-нибудь, с друзьями развлекаться, как мы делаем на выходных. Наконец-то доделали до конца набережную, в принципе. Можно уже хотя бы пройтись, прогуляться, проехаться. Все замечательно. Юлия Селюк, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 9 июня на территории Брестской области скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут тротовременные дожди. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, плюс 20. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24. 10 июня город Брест останется под влиянием атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26. Редактор субтитров А.Семкин